Турхеердал Выдающийся норвежский ученый-путешественник Огромные сооружения, дошедшие до нас с древнейших времен, поражают воображение своей грандиозностью Они повсюду Египет, Перу, Италия, Франция, Индия, Корея, остров Пасхи, страны Америки, Европы, Азии Везде древний человек оставил о себе память в виде колоссальных построек, сложенных из гигантских каменных блоков, вес которых достигает порой до 100 тонн и более Многие из этих памятников мегалитической культуры, к примеру Стоунхенш в Англии, Теотилкан в Перу или культовые сооружения острова Мальта, хорошо известны всему миру Но не все знают, что следы почти такой же древней архитектуры есть и на Кавказе Удивительные каменные постройки на территории Грузии, возведенные в неприступных местах, цель нашей экспедиции Фактически это первая попытка снять фильм о загадочных сооружениях неизвестной цивилизации Известный грузинский археолог, доктор исторических наук Годерди Нариманишвили специализируется на памятниках мегалитической культуры Является ведущим экспертом в этой области и автором многочисленных научных публикаций Этот термин мегалитический или точнее циклопический происходит от греческого мифа об одноглазых великанах, циклопах, которые обладали нечеловеческой силой и воздвигали огромные сооружения По всему миру есть такие же колоссальные постройки, которые на первый взгляд могли быть воздвигнуты разве что мифическими гигантами Не только в Грузии, но и на всем Южном Кавказе по сей день не был тщательно не раскопан, не изучен ни один подобный памятник Причина тому – отсутствие материала Как ни странно, там вообще нет никакого культурного слоя, характерного для мест проживания человека Где живут люди, должны быть хоть какие-то следы, а здесь ничего нет Поэтому хоть внешне эти постройки и выглядят впечатляюще, для археологов они оказались малоинтересны В период мегалитической культуры в Грузии существовала относительно четкая система поселений, городищ, выстроенных из камня и дерева с внутренними городскими дорогами Расположенные на склонах и вершинах гор, эти городища представляли из себя хорошо укрепленные жилые комплексы с многочисленными системами подземных коммуникаций В разные века они выполняли также и роль оборонительных сооружений Яркий тому пример – мегалитический комплекс в селе Авранло в Цалкском районе Грузии Места здесь настолько красивые, что если и должны были бы жить где-то сказочные великаны, лучшего места для них трудно было бы и придумать Горная река Храми, детственный лес и огромные каменные массивы базальта на склонах гор еще более усиливает впечатление от увиденного Со стороны древней каменной крепости идеально видна вся прилегающая к комплексу территория Подходим ближе к стене, что у подножья горы Да, вид у нее действительно внушительный Размер и вес камней говорит сам за себя Длина стены примерно 80 метров и высота 3 метра В конце ее дверь-проем Верхняя балка этой арки – монолит длиной до 2 метров и шириной почти в полтора метра Классическая мегалитическая крепость Ограда выстроена из необработанных камней Налицо типичная сухая кладка, то есть камни уложены друг на друга без какого-либо связующего раствора Перед нами архитектурный памятник, созданный в эпоху до неолита, то есть до появления искусственного технологического металла, бронзы и железа Но что знает наука об этом периоде в истории Кавказа? Греки выделяют Кавказ как особый регион Это очень важно, потому что для них Кавказ с одной стороны – это хребет, это высокие горы И с другой стороны – это регион, общий регион, который имеет какие-то общности в менталитете, имеет общности в культуре и имеет большие различия между языками, между отдельными племенами То есть единство и дифференциация – это первая и самая значительная характеристика Кавказа в античных источниках Необходимо отметить систему кладки первых крепостей-аград Подбор камня, засыпку между двумя рядами стен, каменные арки на входе в городище Их устойчивость и надежность проверены тысячелетиями Строителям каменных крепостей, жившим во втором-третьем тысячелетии до нашей эры, действительно не откажешь ни в умении, ни в знаниях Сам комплекс в Авранлу трехъярусный На вершине горы виданы довольно внушительная стена и арка С обратной стороны крепости подступы к городищу менее защищены Наверное, именно поэтому ширина стен здесь существенно отличается от фасадной Обратите внимание на эти развалины Два ряда кладки наполнены камнями поменьше для усиления прочности Интересно, кем был и, главное, какой силой обладал тот враг, от которого люди прятались за стеной шириной не менее трех с половиной метров Тут же за стеной большой круг, выложенный камнями Территория явно огорожена, но с какой целью? Решили проверить на наличие биополей Излучение, идущее от земли, довольно слабое Поэтому можно предположить, что имеем дело с постройкой сельскохозяйственного назначения Интересны и катакомбы в селении Авранло, по существу, представляющие собой подземные дольмены Сегодня часть из них разрушена, но раньше, очевидно, они были соединены между собой Люди, которые жили на этой территории, они развивались И развивались они не только автономно, они имели контакты с миром Я думаю, что вот здесь ключ понятия, почему Кавказ такой богатый Как и природой, так и культурой И новые находки, конечно, нам помогут понять многое Но уже сегодня можно с уверенностью сказать, что Кавказ это та территория Где мы можем изучать не только историю Кавказа, но и историю человечества Недалеко от этих мест, близ поселком Англии В районе Тетрицаро находится еще один комплекс мегалитической культуры Бесспорно, один из самых ранних на территории Грузии Называется он Лодовани, или Каменная река Чтобы разглядеть следы деятельности человека на застывшей вулканической каменной лаве Нужно переждать минимум 5-10 минут Постепенно глаза привыкают и начинаешь замечать каменные кладки Они повсюду Каждое искусственное ограждение завершается дольменом А этот огромный валун местные жители называют Каменной невестой Предание гласит Местная девушка убегает врагов, напавших на деревню От испуга окаменела на месте Но это, как говорится, фольклор А реальность намного интересней Прямо под Каменной невестой очередной дольмен И вход в подземный мир-городище Лезем вниз Стены из наложенных друг на друга камней Не оставляют и тени сомнений Лабиринты сделаны руками человека Вот прекрасно сохранилась кладка, по которой видна техника строительства Стены выложены небольшими камнями, примерно одинакового размера Которые сверху перекрыты массивными мегалитами А между ними щели для упора и прочности Заполнены уже мелкими камнями Это не может быть случайностью Отчетливо видно, как верхние плиты Тщательно подогнаны друг к другу Раз, два, три Их можно все пересчитать Обратите внимание, как красиво смотрится эта стена Вот и здесь небольшая стена, а сверху массивные мегалиты Что ж, пошли дальше Осматриваем весь Лудовани и находим еще с десяток довольно крупных дольменов Огромные монолиты, которые перекрывают вход в подземные пещеры Весят две-три тонны Увиденное действительно впечатляет Субтитры создавал DimaTorzok Каменная крепость Городище на горе Патара-Абули в Джавахете Датируемое вторым тысячелетием до нашей эры До сих пор тщательно не изучено Дороги к ней практически нет никакой А ведь перед нами самая настоящая циклопическая постройка Расположенная на высоте 2800 метров над уровнем моря Нашей съемочной группе пришлось предварительно разбить лагерь у подножия горы Чтобы рано утром следующего дня заняться изучением и съемкой каменной цитадели Субтитры создавал DimaTorzok Местность, надо сказать, довольно суровая Начинаем подъем Оглядываемся назад и видим чарующей красоты картину Озеро Паравани Вокруг которого раскинулись бескрайние альпийские луга Через час восхождения замечаем, что весь комплекс разместился на каменной лаве вулканического происхождения Вокруг крепости сохранились многочисленные постройки хозяйственного и фортификационного назначения Видны также узкие помещения с низкими арочными перекрытиями из монолитов Которые очевидно использовались как укрытия от врагов Прикрыв камнем такой лаз, обнаружить его практически невозможно Весь комплекс выложен камнями различной величины, методом сухой кладки Высота стен крепости сегодня колеблется от 4 до 5 метров Хотя первоначально достигала, очевидно, не менее 10-12 метров Ширина каменной кладки 3 метра Верхняя часть строения обрушена И судя по количеству руин, крепость была довольно внушительных размеров Хорошо сохранились несколько башен овальной и квадратной формы Если не знать возраст крепости, можно было бы подумать, что перед нами старинный средневековый замок Уникальный и грандиозный комплекс Абули во многом аналогичен таким же сооружениям на острове Сардиния в Италии Они представляют собой сооружения периода ногоритической цивилизации Они датируются примерно 18-15 веками до н.э. Известный итальянский ученый-исследователь этруской цивилизации Массимо Палорито Утверждает, что ногоритическая культура была самой развитой в Средиземноморском регионе И являлась более древней, чем меккенская цивилизация Интересны и параллели между комплексом Абули и древними постройками в Сардинии Это ее общая техника постройки и схожесть архитектуры, система коридоров и подземных коммуникаций Итальянские ученые, тщательно исследовавшие эти сооружения, так и не смогли прийти к общему выводу о их назначении Может, они носили фортификационный характер, может, ритуальный, может, были зданиями или резиденциями царя или правителей этого края Вообще, проведение параллелей между сооружениями в Сардинии и Абуле наводит некоторых ученых на мысль о том, что не являются ли они постройками представителей одной, медитеранской расы По гнездам для деревянных балок на внешней стене видно, что в здании было несколько этажей Сохранились и два входа в каменный город с юга и с севера Ценность этого строения, как с исторической, так и с архитектурной точки зрения, не вызывает никаких сомнений Схожесть с подобными сооружениями в Италии позволяет ученым выдвигать довольно смелые предположения об общей цивилизации, создавшей их Очень интересные, похожие на сванские башни, башни Нураги И они привлекают большое внимание, тем более, что многие ученые обращают внимание на то, что песни многоголосые, полифонические песни Сардинии весьма и весьма похожи на наши многоголосые песни Грузии Чуть позже возникает культура этрусков в Италии И они тоже, по мнению некоторых ученых, являются так называемыми квазикартельскими переселенцами Даже сегодня, по прошествии четырех тысяч лет, крепость Абули не перестает удивлять мастерством древних строителей Опыт создания внушительного многофункционального комплекса говорит сам за себя Надо отметить, что в отличие от других циклопических сооружений на территории Грузии Использованные для строительства камни носят следы довольно тщательной предварительной обработки Внутри крепости различимы комнаты, сохранились каменные арки, перекрытия По утверждению профессора Нариманишвили, в циклопических сооружениях, несомненно, прослеживается и опыт строительства древними людьми погребальных курганов В зуртакетских курганах мы видим наземную конструкцию Это большие залы из камней и покрытые сверху насыпью земли Высотой они до 10-12 метров в центре и площадью свыше 100-120 метров А само захоронение, где размещалась погребальная комната, достигало и 120, и 180 квадратных метров Эти раскопки в свое время проводили ученые Джапаридзе и Кувтин Технология построек очень древняя Погребальные курганы намного старше циклопических сооружений Так что к периоду мегалитической культуры у людей был уже довольно серьезный опыт возведения сложных сооружений Здесь на высоте 2700 метров Над уровнем моря возле живописнейшего озера Паравани находится еще одна циклопическая крепость Она называется Шаори По своей архитектуре она очень похожа на ту, которая расположена на горе Патарабури С той лишь разницей, что по мнению грузинских ученых она носит явно ритуальный характер Видна та дорога, по которой ранее поднимались, как видно, специальные процессии для проведения внутри крепости определенных религиозных и культовых обрядов Место расположения шаорского комплекса довольно труднодоступное и практически безлюдное Именно поэтому, как и крепость Абули, он сохранился и дошел до наших дней почти в первозданном виде Высота стен, выложенных из плоских базальтовых камней, составляет 3-4 метра На внутреннем периметре строения, в один или два яруса, расположены небольшие комнатки Которые формой и архитектурой напоминают те, которые были обнаружены во время раскопок триолецких курганов Существование менгиров и ритуальных площадок указывают на культовое назначение древнего памятника Мощенная каменная дорога, которая серпантином подымается с низовьи в горы вверх, вызывает у ученых особый интерес Невозможно не поразиться увиденному Не только на меня, на всех это производит неизгладимое впечатление Но с чем мы имеем дело, для чего и главное, кто все это строил, неизвестно Почему на вершине гор, почему такие мощные укрепления Тогда люди занимались скотоводством Непонятно, от кого так прятались, кого так сильно боялись, кто был их враг Нам же остается с удивлением рассматривать то, что осталось от некогда мощенных каменных построек Даже руины которых вызывают чувство восхищения Подымаясь по старой дороге из ущелья в село, понимаешь, что неприступные скалы и каменные цитадели на их вершине Были надежной защитой для местных жителей от какого-то очень могущественного врага Над огромным неприступным каньоном, который выходит к ущелью реки Кура Расположены фрагменты стен некогда крупного циклопического сооружения Этому комплексу не менее 4 тысяч лет Мы находимся в селе Саро в Месхети на юге Грузии Сохранившиеся стены из гигантских каменных блоков, фрагменты фундамента циклопических строений Явственно демонстрируют серьезную мощь древней крепости Уникальность комплекса в Саро в его грандиозности, вкладке камней, архитектуре Которая наводит на мысль о том, что 4 тысячи лет назад могла существовать здесь какая-то цивилизация О которой мы, к сожалению, практически ничего не знаем Причем она близка и ни в чем не уступает подобным цивилизациям, существовавшим в Азии, Америке и Европе Помимо главной крепости посередине, с сарочным входом, есть и два строения в начале каньона В самом селе из огромных валунов выложены различные ограждения, их очень много Интересно, что те, которые 4 тысячной давности, выглядят куда более внушительно, чем более поздние сооружения Разница в размере используемых камней бросается в глаза Некоторые каменные конструкции явно ритуального назначения Очевидно, это места поклонения языческим богам Неудивительно, что именно здесь, на этой территории, позднее была построена церковь Как видно, люди чувствовали, умели определять точно, где нужно было строить Находили такие места, где и возводили культовые сооружения Приходили туда молиться своим богам После принятия христианства многие такие места были преданы заблению Но здесь мы видим, как на месте древней культовой постройки в 7 веке была возведена церковь Есть разница и в самой архитектуре построя Точнее, в том, как возводили стены Не исключено, что крепость могла строиться или достраиваться в разные эпохи Внутренняя и внешняя стены комплекса очень похожи друг на друга, но разница все же есть Если в первом случае мы имеем дело с грубо обработанными камнями То здесь они уже обработаны куда более тщательно И главное, плотно прилегают друг к другу Фрагмент довольно внушительной стены с арочными входами Сохранился впереди от центрального комплекса Изучив расположение сохранившегося фундамента строения Приходим к выводу, что это цитадель фортификационного назначения Обратите внимание на ширину этой стены Нечто подобное мы уже видели в селе Авранло Две кладки из огромных каменных блоков, внутри которых насыпь из песка и камней поменьше Напомню, что строение возведено в ранне-бронзовом веке То есть тогда, когда в арсенале наших далеких предков были топор, короткий боевой кинжал, дострелы Но эти стены можно разрушить, используя разве что крупнокалиберную артиллерию или взрывчатку Или что-то иное, имеющее мощную разрушительную силу Так кому противостояли и от кого оборонялись жители этого края? Непонятно Кроме того, что нет никаких следов длительного проживания человека В циклопических постройках не видно, что кто-то с ними воевал Не видно, что кто-то разрушал их постройки Нет и следов использования какого-либо оружия Поразительно Просто ничего нет Субтитры создавал DimaTorzok Дальше наш путь лежит в еще одно интересное место Село Теджиси По дороге к нему проезжаем армянские и греческие села В самом Теджиси живут сегодня только азербайджанцы Классическая базилика в начале поселения указывает на то, что в древности здесь жили христиане Огромные валуны, которые окружают строение, свидетельствуют о том, что церковь возведена на месте дохристианского святилища Местные утверждают, что еще пару лет назад в целости была и каменная арка-вход Ее обвалившиеся части валяются тут же Но дальше нас ждал действительно настоящий сюрприз Оказывается, на вершине холма, что нависает на Теджиси, есть еще один такой же культовый комплекс, но в полной сохранности А это довольно большая редкость Машину оставляем у подножия горы Дальше идем пешком Проходим небольшой хвойный лес И как будто время начинает стремительный отчет назад Перед нами удивительным образом сохранившееся за тысячи лет Мегалитическая постройка аж с двумя арками-входами Причем у одной из плит, перекрывающих вход, верхняя часть тщательно обработана Древний мастер сделал бока этого монолита пологими, а посередине вытесал продольные полосы Зайдя вовнутрь церкви, мы замерли от увиденного Испытав настоящее потрясение Перед нами стояла пятиметровая каменная стела Огромный мингир, место поклонения и жертвоприношений древних Центр древней культовой постройки был помещен в христианскую церковь Очевидно, что место это было настолько почитаемо, что строители храма решили охристианить языческий идол И высекли на нем крест, тем самым превратив его уже в христианский символ Именно благодаря этому он сохранился и дошел до наших дней Мингир, излучающий мощное силовое поле, уходит на несколько метров вглубь земли Интересна и фактура каменного великана Стела спереди плоская и овальная сзади Обработка камня идеальная Но кто и как мог высечь, обтесать, доставить и установить такую махину тысячи лет тому назад? Вопрос, на который нам еще предстоит найти ответ Наши знания о древнейшей истории Грузии сегодня полны белых пятен И многие вопросы из прошлого все еще ждут ответа А ведь их могло бы быть намного меньше, считает грузинский ученый Если бы Генрих Шлиман получил разрешение раскопать мифическую колхиду Знаменитый немецкий археолог Самоучко, доказавший всему миру, что легендарная троя не выдумка Гомера Получил гневную отповедь русского царя по причине двоеженства, что в России 19 века считалось крайне противозаконным Именно этот человек, этот археолог мечтал открыть резиденцию Ээта То есть резиденцию царя легендарной колхиды открыть в западной Грузии У него были вполне конкретные соображения, но, к сожалению, в силу ряда причин ему не удалось осуществить эту мечту И фактически, к сожалению, к большому сожалению, мы по сей день ищем резиденцию Ээта И я думаю, что если бы в свое время взялся за это дело Шлиман, у нас были бы куда лучше результаты сегодня Кавказ имеет огромное значение для понятия глобальной цивилизации Я думаю, что очень многие вопросы, которые сегодня стоят, могут быть решены на территории Кавказа И новые раскопки, я уверен, нам даст новый ответ Загадки древних цивилизаций еще долго будут оставаться таковыми Точного представления о технологии строительства мегалитических комплексов у современных ученых нет Знания древних до нас, к сожалению, не дошли Специалисты во всем мире высказывают многочисленные версии вокруг авторства гигантских построек От архитектурного наследия расы великанов до откровенно смелых гипотез о следах на земле внеземных цивилизаций, посещавших нашу планету в далеком прошлом Но загадка этих сооружений заключается не только в том, как люди смогли их воздвигнуть, не обладая несоответствующей техникой, ни людскими, ни материальными ресурсами Прослеживается еще одна очень странная закономерность Мегалиты возникают на земле примерно в одно и то же время Но уже через 100-200 лет народы, которые создали эти шедевры, теряют свои технологии и навыки А в их легендах появляются сведения о том, что циклопические сооружения – творение богов Не правда ли странная деградация? Более того, целые цивилизации, которые якобы установили мегалиты, не дожили до нашей эпохи Так египтян вытеснили персы и арабы, пелазгов и минойцев сменили греки, кельтов, англичане и норманы А куда исчезли аборигены Перу и острова Пасхи – вообще непонятно Что это? Результат глобальной катастрофы, уничтожившей эти народы, или нечто иное? Создается впечатление, что перед нами какой-то вселенский заговор, чтобы сохранить тайну эпохи мегалитов Ныне живущие вокруг этих грандиозных строений люди, как правило, ничего не могут рассказать о них В их легендах, в их исторической памяти нет сведений о строителях циклопических построек Ну а боги, давно покинувшие Землю, раскрывать нам тайну больших камней, по всей видимости, не хотят Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok